В проекте бюджета республики финансисты сделали расчеты не на один год, а сразу на трехлетний период, как это было раньше. Прогноз предусматривает рост промышленного производства от 2% в 2017 году до 2,7% в 2019 году. Соответственно, предусматривается также рост по основным бюджетнообразующим показателям, таким как фонда оплаты труда, налогооблагаемая прибыль и стоимость имущества, которое также, как вы знаете, облагается налогом на имущество. По словам министра, в следующем году на образование будут тратить больше. Причина – увеличение количества детей в детских садах и школах и повышение оплаты труда работников дошкольных учреждений. Расходы на госслужащих уменьшатся, чиновников ждет сокращение. Правда, пока информацию о масштабе грядущих увольнений Минфин не раскрывает. На новый уровень планируется вывести межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Карелии. На следующий год мы предлагаем усилить поддержку бюджетов городских округов и поселений. И в первую очередь это дополнительная поддержка в вопросах содержания и ремонта муниципальных дорог. Всего республика предполагает потратить в следующем году почти 32 миллиарда рублей, а получить 30. Львиную долю доходов от налоговых сборов обеспечат энергетика, лесная и горнодобывающие отрасли, финансовый сектор и торговля. Дефицит бюджета составит почти 2 миллиарда, но это, по словам главного финансиста республики, не помешает ограничить рост госдолга Карелии, который на сегодняшний день превышает региональные доходы. 26 октября правительство республики рассмотрит проект закона о бюджете и до 1 ноября внесет его на рассмотрение в законодательное собрание.